Вратование потерпелых подчас поводки, отпомповывание воды с подворка, транспортировка людей по навесной переправе и оказание меддопомоги. На базе аварийной вратовального отрада Гомельского областного управления Министерства по надзвучайных ситуациях прошли тактики специальные в учении. Они вялись во умовах вельми кепска надворья, но от працовка навыков эвакуации людей проведена докладная худка. Марина Джалая с подробностями. В Великой Вады всю лету весну вратовальники не чекают. В прошлый раз сурезная поводка была в 2013-м. Тогда потерпел омаль кожный район в области. Покужая ситуация достаточно спокойная и прогнозуемая. В зоне рызыки, как и звычайно, Гомельские, Нараулянские, Житковицкие районы. Але еще раз отпрацовать механизм вратования людей при затоплении домовладанья важно для проверки кожного навыка и деяния. Здарается так, что люди не жадают покидать свои домы, львоз являются хворыми. Им потребна особливая допомога. Часть населения не хотят покидать свои домовладения и остаются в домовладении. Поэтому приходится к ним пребывать, передислоцировать. Также могут быть проблемы со здоровьем у населения. Это обратно же своевременно оказанная помощь поможет человека спасти. Кто-то получит травму, кто-то с сердечным приступом и так далее. То есть только быстрое наше реагирование на данную ситуацию, помогая спасти людей. Для мобилизации в выпадку необходности на Гомельшине створено 20 взводных отрадов. Каждый складается с 30-40 человек. У их распоражения все необходимые техничные сродки, как для выратования на воде, так и для эвакуации людей, живел сельгаз-газподарок. По центру оперативного управления, который ведет постоянно статистику и анализ плавательных средств населения и организации, у нас числится более 10 тысяч лодок различного типа. Это и весеные, и моторные, баржи, катера, которые в случае необходимости по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут задействованы в ликвидации плаводка. Также более тысячи водооткачивающие техники, из которых 170 техник МЧС, а остальные техники организации, которые в случае необходимости также могут задействоваться в ликвидации плаводка. Вырешены и пытания по часовым размещении насильництва, когда у этого появится необходимость. Таких пунктов в регионе будет около 90. Это гостиницы, санаторы, установы адвокации. Расселить можно будет около 6 тысяч человек. Летность, например, эвакуация насильництва с частково затопленных территорий не спотребилась. Есть поддевание, что до крайних мер не дойдет и селета. Марина Джалая, Валерий Хапанько, Телерадо, компания «Гомель». Продолжение следует...